Впервые с 2003 года выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации будут осуществляться по смешанной системе. 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 по одномандатным округам. Одновременно с этим в Тверской области пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания и Губернатора региона. Помимо этого в муниципальных образованиях области пройдут выборы депутатов представительных органов. Как отмечают специалисты регионального избиркома, масштаб предстоящей избирательной кампании обещает стать беспрецедентным. Такого совмещения выборов одновременно федеральный орган государственной власти и полностью, скажем, перезагрузка государственных органов Тверской области, то есть у нас ни разу не совмещались выборы губернатора и выборы депутатов Законодательного Собрания. Эта особенность станет не единственной для нынешней избирательной кампании. Помимо возвращения к смешанной системе голосования, снизился минимальный процент для прохождения партии в Государственную Думу. Теперь он составляет 5%. Что касается Тверской области, то здесь одним из нюансов стало разделение двух муниципалитетов между двумя одномандатными округами. Это город Тверь, где Заволжский район вошел, соответственно, в Заволжский одномандатный округ, а Пролетарский, Центральный и Московский вошли в Тверской избирательный округ. Точно так же разделился на две части Калининский район. Ряд поселений Калининского района относится к Заволжскому округу, вторая половина – это Тверской избирательный округ. Для региональных избирательных кампаний главным изменением стало возвращение спустя 13 лет прямых выборов губернатора. Выдвижение кандидатов на эту должность начнется 23 июня, а уже 31 июля, после обработки всех необходимых документов, областным избиркомам будет представлен полный список кандидатов, которые будут баллотироваться на должность губернатора. В первом туре для победы кандидату будет необходимо набрать 50% голосов плюс один. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур голосования. Причем в этом случае допускается проведение выборов по одной кандидатуре. Изначально бюллетень включается двое набравшие больше по сравнению с другим, но есть право одному из них отказаться, потом отказаться третьему, четвертому, и в итоге в бюллетене может остаться только один кандидат. Но для того, чтобы быть избранным во втором туре в этой ситуации, необходимо тех же самых 50 плюс один. Что касается выборов в законодательное собрание Тверской области, то туда жителям региона предстоит избрать 40 депутатов, 20 по партийным спискам и 20 по одномандатным округам. К распределению депутатских мандатов будут допущены партии, которые получат 5 и более процентов голосов избирателей. В итоге, придя в единый день голосования 18 сентября на выборы, избиратель получит 5 бюллетеней. По два для избрания депутатов в Государственную думу и Зак Собрания Тверской области, а также для избрания губернатора Тверской области. Шестой бюллетень будут получать жители в муниципальных образованиях области, где пройдут выборы депутатов представительных органов. Агитация по каждой кампании начнется 20 августа, а закончится в полночь 16 сентября. Никита Васильев, Максим Андреев, телеканал «Пилот». Продолжение следует...